Поехали. Я включил запись. Хочу тебя поздравить с праздниками, Олен. Да, в очках ты, конечно, солидно выглядишь, и картина у тебя там сзади твоей хорошая. Слушай, а мне тут Коля Четинин, наш участник школы годовщего «Хомофутурос», посоветовал поставить мою картину, чтобы все видели. Ну вот видишь, как интересно. Там, оказывается, в настройках есть такая вещь, но там такая ситуация очень приятная, с одной стороны. Я как в раю, видишь, и все видят мою картину, похоже на рай, да? А с другой стороны, я вот видишь, там сплохи такие появляются всякие вот. Даже если я буду показывать упражнения какие-то кому-то там, рука пропадает. Ну так здорово все это, интересно и смешно. Ну, а с другой стороны, надо просто сидеть более неподвижно, да. Картину, может быть, каждый раз другую ставить, чтобы всем интересно. Ну, мы посмотрим, но теперь я хочу спросить про коронавирус в Махачкаре. Как там у тебя? Ты еще не заболел или заболел уже коронавирусом? Нет, я уже заболел и, надеюсь, уже выздоровел. Как это у тебя происходило? Планомерно, как всегда. Но неожиданно. Это шутка, это шутка. А что ты мне не сказал об этом, что у тебя проблемы какие-то? Ну, что ты мне не сказал? Я же переживал, нервничал. Я же не знаю, что там происходит. Нет, как раз, чтобы ты не переживал и не нервничал, я тебе и не сказал. А теперь говорю, да, а теперь что-то в порядке. Вроде, да. Просто... Что у тебя было там? Что с температурой было? Кашлял или обаяние терялось? Или что там по этим признакам происходило у тебя? Ну, что тут происходит? Во-первых, в первую очередь, это обаяние, вкусовые ощущения и запах, да? И вкусовые ощущения тоже. Температура у кого-то она поднимается, а у кого-то она наоборот 35 там с чем-то. Не, у тебя как бы... У меня было заниженное. Ну, скажи, у тебя на какой день обаяние пропало? И после чего ты там с кем контактируешь вообще? А это же неизвестно после чего. Говорят же, может быть, она через... Законтактировал, а потом через две недели проявится. Это вообще ничего не понятно. Все время стараешься же оберегаться в масках, все время спирт, руки там, все это. А так и не поймешь. Она же не моментально после какого-то действия происходит. Не, ну у тебя как обоняние? Обоняние как пропало? Как ты... Что ты чувствовал? Что ты чувствовал? Ничего я не чувствовал как раз таки. Ничего я не чувствовал. В этот момент я и понял. Грудь сдавливала, естественно, затруднение дыхания, да? И температура. Сухость, сухость, очень сильная сухость роты, нос и полость рта. Ну и сдавливание. А боняние пропало? Как это? Ну, я не знаю, у меня хуже стало боняние или нет? Я просуженный. Я не знаю, у меня пропало или нет. У тебя как пропало? Как ты понимаешь? Ну, понюхайте цветы, там что-нибудь. Если почувствуете, что они пахнут, значит нормально все. А если людей внушаемых много, ему, человеку кажется, что он не чувствует. А на самом деле чувствует. А само внушение же может тоже быть? Ты как это отличил? Что ты себе внушил это или нет? Хосе Магомедович, нет, я себе не внушал. Я просто раз и поймал себя на мысли, что я там что-то не чувствовал. На фоне осложнения дыхания, на фоне потом, естественно, разного, а температура, оказывается 35 с чем-то. У тебя упал. А ты скажи мне, сколько дней это было такое, боняние отсутствовало? Ну, около недели, наверное. Ну, то есть, варима что-то жарит на сковородке, а ты не слышишь этого, да? Никто не слышит. Я про твое состояние спрашиваю. Про мое, конечно, не слышишь, вообще ноль. Вообще ноль. Ни на сковородке, ни цветы, которые ты знаешь, что должны пахнуть, ни одеколон, который ты делаешь. Ну, то есть, это любой человек сразу поймет, да, что у него боняние пропало? Или надо к этому прислушиваться, пропало у меня или не пропало? Или сразу заметно это? Да, сразу это будет так понятно, да. Не надо прислушиваться. Ну, хорошо, хорошо. Я же еще не заболел, слава богу, поэтому, может быть, и плохо, что я не заболел. Я бы тоже перенес. А как ты знаешь, что ты уже вышел из этого? Что обаяние появилось, температура нормальная, сдавливания нет. Особенно после тех зарядок по ключу и плюс еще, которую я одну доработал, как бы вот имея, глядя на ваши передачи, да, для себя. И мне это очень, как-то, я считаю, помогло, что так как бы мне кажется. По ключу, что ты делал, во-первых, и какую передачу ты посмотрел, доработав. Клёст в первую очередь. Часто ты делаешь? Как вспомнишь, так и делаешь. Одну минуту. При этом в всем деле испытываешь дискомфорт, когда вот приболел, да, вот этим делом. Лежишь, там что-то тебе давит, тянет. Устал, вот немножко сил набрался, ухлёст делал минутку. Дальше пошел лежать и курагу пить горячую литрами. И говорят, капельницы нельзя делать. Вот надо пить, 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 много горячего. Но мы пьем курагу, да, где витамины, микроэлементы. То есть, как бы себя промываешь, вымываешь. А чего нельзя делать, говорят? Ну, говорят, капельницы нельзя делать. Не знаю почему, что это служит нагрузкой. Но это сейчас же столько мнений, столько всего, что никто, в принципе-то, ничего и не поймёт. Никак, в конце концов, что же делать конкретно. Ну, то есть ты пил курагу, пил горячую, да? Делал время от времени хроз, когда мог. Дальше, дальше что? Потом вот с Ириной британской, что в Британии у вас была передача буквально 3-4, 4 дня назад, наверное. Она рассказывала, как она из лёгких воздух в воду выгнала путём дыхания, вам. И она там что-то показывала, поэтапный вдох вот этот. И я его присоединил к нашему внутреннему доктору. Помните, когда мы дышали, представляя любимый цвет, с воздуха, сопровождая своим вниманием больное место, любое. А тут это показалось как раз грудная клетка. То есть я его немножко ещё как-то добавил. Мне кажется, очень удачно оно для меня подошло. То есть это видео, где мы с этой Ириной, которая из Великобритании, она демонстрировала, как она делает полное дыхание. И когда она поднимала вдох уже до уровня ключицы, когда я хотелось поднять плечи, поднимала плечи. Вот поднимала, да, и главное, чтобы эта часть лёгких, то есть это вообще речь шла о том, как объём лёгких себе увеличивать, чем больше, тем лучше. За счёт этого же и происходит работа, за счёт этого и, то есть это очень важно. То есть там я услышал, что нужно плечи поднимать для того, чтобы в конце концов и верхушки заполнились. Но она поднимала это вот такими этапами, лестницами с промежутками в несколько секунд. И вот это я добавил к своему общему дыханию. Но перед этим одну минуту я делал так, потом я заполнял по йогу, в йоговской, да, вот вы тоже говорили. Это пранаяма. А когда ты начинаешь впускать в себя воздух, отпуская живот, потом впускаешь воздух в область грудной клетки, потом подключичную. И в этот момент она додумалась интуитивно, что надо вот так вот до вдыхи. Да, очень хорошая идея у неё осенила. Ну да, мы её поздравим, что моего сына спасла, да, моего сына. И я его свет передаю врачу. Молодец. Спас выполнительная техника, да, именно при коронавирусе. Да, 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 вот видишь, какой убедительный факт. Физк-ключ привет мы передаём Ирине из Британии. Да, она передаёт всем Британии. Она всем пусть передаёт. Но сначала они должны научиться хлёсту, лыжнику, шалтай-болтай, идя моторным приёмом, идя рефлекторным, выходить на покачивание, воображать свои желаемые изменения, развивать желаемые качества, да. И это им потом поможет. Потом вот её методику, сочетая с ключом, даёт такой положительный эффект. Олен, у меня осталось только одно беспокойство. Ты говоришь, я уже выздоровел, я уже вышел, потому что у меня уже пропал этот сухой кашель, и обоняние восстановилось. Я же всё-таки волнуюсь. Как ты чувствуешь, что ты вышел уже оттуда? Ну, я себя чувствую легко, свободно, запахи чувствую, температура стабильная последние дни. Кашля нету, и вот с этим дыханием и ключевым, и вот этим, и с хлёстом, и дышу легко, свободно. А сколько раз ты в день делаешь вот эту вот методику? Да, как вспомню, так сделаю. Ну, может быть, 3-4 раза, минут по 5, по 7, по 10, потому что мне вообще это нравится стало. Я даже об этом и жду момента, когда я сейчас начну дышать. Прямо даже комфортно и хорошо. Просто тебе понравилась эта методика, когда... Да, сильно мне понравилась, поэтому я ещё раз хочу Ирине привет передать. Да? А что тебе там понравилось? Объясни, пожалуйста. А что тебе? Вот когда ты набрал уже полностью воздух, получается, по ощущениям, прям раскрылся весь объём. Три части вниз, середина и вверх. И прям вот в какой-то момент ты же удерживаешь паузу как можно дольше, да, когда наполнился воздухом. И прям вообще комфорт такой, даже двигаться не хочется, выпускать его не хочется. Ну, а потом у каждого по-своему, кто полминуты продержится, кто 5 минут, кто 10 секунд. Ну, вот в этот момент прям удовольствие какое-то получается, как будто замираешь прям. Да? Пик такой. Раз. Когда наполнился. Сейчас. Да, запишем. Да, вот так вот. Если меня коронавирус схватит, то ты меня проинструктируешь дополнительно. Да, я вас ранее проинструктирую, чтобы он вас не схватил, потому что лёгкие будете вот так вот так делать, полный объём. Они будут работать, скажем, что тупо, да. Слушай, а там кто-нибудь ещё заразился, как ты дома? Там Зарема или Шамилька или там? Конечно, Зарема у нас тут тоже на лбу ходил уже. Уже тоже ходит, дышит, уже тоже нормализируется. Она делает эту методику, да? Конечно. Она делает, потому что ты принуждаешь или ей нравится это? Нет, потому что надо. Если когда человек болеет, что-то же ему делать надо. А не трудно это делать? Не трудно? Позови Зарема, я спрошу. Ну, она там наверху где-то, да. Ну, хорошо. Ладно. Хорошо. Привет перед нами. Это не трудно, а приятно, тем более, когда ты чувствуешь, что начинаешь, что легче становится. А как же? Да. Ну, замечательно. Тем, кстати, желаю. Сейчас же момент такой важный. Во-первых, когда мы добиваемся полноценного раскрытого объёма лёгких, да, и задерживаем дыхание, во-первых, ощущение такое шикарное, во-вторых, это же как раз-таки кислорода больше. И сегодняшняя ситуация с этим вирусом, как раз-таки это же и надо на это внимание обращать. Да поэтому очень важно, чтобы мы это показали, и я почему тебя спрашиваю так детально, чтобы вы этому научились. Не просто там говорить, что тебе это помогает или что-то. Теории не надо. Вот сейчас нужно было больше практики, чтобы мы с ней договорились, Ирина, что завтра мы запишем с ней вторую часть, где она за 2-3 минуты конкретно покажет эту методику. Да-да-да-да. И пускай все ещё раз посмотрят. Слушай, Ален, ты такой молодец. Главное, чтобы ты был здоров. Ёлки-палки. Я же папа, я только об этом волнуюсь, понимаешь? Я же тоже. Я уже и про ключ не думаю, и про пневмотерапию. Я думаю, чтобы ты был уже здоров, понимаешь? Ну хорошо, что тебе ключ помогает, и эти методики, которые с ключом соединяются, помогают. Ну вот это важно, что мы живём не напрасно, что мы живём не напрасно, работаем не напрасно. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Ну ты мне завтра опять позвони, скажи, как твое здоровье. Да позвоню я. Я вам что хочу сказать, Хасан Ильманович? Вот ваши зрители, да, кто вас смотрит, и кто вас смотрит, и смотрит, и просто, и говорит, как хорошо это, да, но не делает. Получается, то есть, много людей, как бы, это всё понимают, но 5 минут не хотят просто это сделать и получить это состояние. Вот в чём дело. Как бы им донести, в конце концов, что 5 минут... Ну, когда их прижмёт коронавирус, они все будут делать. Ты имеешь в виду, почему они профилактику не делают? Да. Конечно, я тоже удивляюсь. Ну, потому, что, говорится, мужик не перекрестится, пока петух не кронит. Поэтому надо с детства учить людей руки мыть, зубы чистить, с детства учить, чтобы это автомат был уже. Правильно, поэтому я их всех призываю не затягивать с этим делом. А потому, что за счёт этих движений, за счёт снятия стресса, за счёт качания эндорфина, как вы нам преподаёте, укрепляется нервная система. Если даже этот вирус будет мимо проходить, они его легче перенесут. Вот же в чём дело, по идее. Так же получается? Конечно, от вируса всё зависит. Так надо подготовиться. А ты не можешь снять. Ну, конечно, это иммунитет. Это 100% доказано, что от психоневротического напряжения зависит иммунитет. Конечно. От иммунитета зависит, как он переживёт этот коронавирус. Быстро выйдет оттуда человек. Или, как говорится, долго будет. Ну да. А, кстати, как вам мой этот самый подсловник? А это наша картина, вот ваши «Три сестры». А, это моя картина «Три сестры». Вот. Она уже, как говорится, одна нашла своё утешение в религии, другая нашла своё утешение в любимом деле. А третья, покажи, я забыл уже. А третья там, по-моему. Да. А вот середине она ещё в задумчивости. А та, как девочка такая, как маленькая, вон она в чепчике. Да, «Три сестры и три судьбы», в зависимости от характера, интеллекта, развития. Хорошая у меня была картина. У тебя ты можешь поближе показать свою? Ну, покажи свою картина. Да, да. Ну, тут-то чё смотришь? Она на подсолнух похожа или на подсолнух похожа? Ну, это я уже шучу, Паша, я успокоился, что ты выходишь из этой стати коронавируса. У меня сразу разгрузка, Паша. Ещё раз всех призываю, чтобы укрепить себя и снять стресс, и включить полноценные аптеки внутренние, и развить лёгкие, укрепить их объёмы, чтобы был больше и устойчивее. Делайте упражнение по ключу. Пять минут. Пять минут. Пожалуйста, сильно укрепите, вы сбросите напряжение, вы будете себя легче, комфортнее чувствовать. И увереннее причём. Слушай, вот у нас хорошая вещь такая, называется бесплатный ликбез для всех на карантине, в котором мы сейчас, видишь, как почти случайно получилось, что мы сделали такую встречу, и ты это всё рассказал. Но при этом, при этом, мы всё-таки завтра выставим ещё один ролик, вторая часть Сирен из Великобритании. Она тоже довольна. Мы с ней вчера, сегодня разговаривали по скайпу. Она говорит, я так довольна, что вы показали меня. Я так хочу людям помочь, потому что я точно знаю, что это помогает. И ты сейчас мне это подтверждаешь, что это работает. Да, и я как... Конечно, я счастлив, что то, что мы делаем, людям помогает. И сейчас вот действительно говорят, коронавирус, коронавирус. Да, он расставит всё на свои места, потому что в трудной ситуации появляются спасатели, которые помогают. Это люди настоящие, которые добрые по природе, и которые заняты своим делом. Да, ну это я вижу своим делом.